всем большое привет друзья в эфире ксения назаренко и тема у нас сегодня про финансы собственно говоря я предприниматель и я занимаюсь образовательными программами но я сегодня не одна у меня в гостях между прочим руслан андреев и кристина джилолян собственно ребяточки давайте-ка сами расскажите чем вы занимаетесь чем зарабатываете кем работаете если работаете вообще кристина вас чего-то тебя начнем мы начнем я студентка 3 курса и с там гпу чеча всем привет вот если брать и смотреть пример на мои источники доходов то это конечно какая-то определенная сумма от родителей вот это повышенная стипендия у нас университет дает очень хороший повышенной стипендии и также это какие-то небольшие проекты которые нам предлагают от нашего именно нашего института в том что очень много спортивных партнеров вот они нам предлагают и мы соответственно подрабатываем на таких вот проектах вот примерно вот так вот у меня класс но то есть не один источник есть чем подстраховаться это очень круто и мне кажется что это с точки зрения финансовой грамотности это правильно руслан рассказывай про себя ну а зовут меня руслан фамилия андреев на текущий момент являюсь экспертным в области развития обучения людей также на различных мероприятиях являюсь также в том числе программным специалистом по созданию образовательного контента и мое прошлое это главный методолог по развитию розничного бизнеса газпромбанка создатель методолог финансовых курсов для детей подростков и взрослых людей поэтому та деятельность которой я занимаюсь так вот повлияло на меня то что я вынуждена и внутренне с желанием начал заниматься исследованием в этой теме финансовой грамотности активно внедрять инструменты которые есть существует свою личную жизнь кайф то есть у тебя сейчас тоже несколько источников дохода ну на текущий момент основные источник дохода естественно это моя текущая работа чем и я занимаюсь есть естественно некоторые активы я считаю то что у любого человека должны быть какие-то активы это то что приносит ему деньги в пассивном формате условно в данном случае это мои деньги которые я вложил в ценные бумаги различных компаний то есть составил определенный портфель который периодически приносит мне какой-то пассивный доход это является моим активом то есть мои деньги приносят мне деньги то есть ты один из первых тезисов деньги должны работать абсолютно точно деньги не должны лежать в копилке деньги не должны лежать под подушкой даже хранится на карточке тоже очень плохо если на этой карточке нет процента на остаток да к примеру есть такая функция многих карт дебетовых когда находится денежка на карточке то в течение месяца идет замер банковской организации о том сколько у тебя денег и там начисляется определенный процент на остаток там порядка там ну до пяти процентов это максимум как правило стандартные депозиты и либо вклады банковские они приносит намного ненамного там на два-три процента больше чем этот процент на остаток но в любом случае деньги должны приносить деньги и не должны лежать мертвым грузом потому что есть такая злобная женщина хотя чтобы никого не убежать может быть мужчина хотя инфляция вроде это женский рода инфляция который ежегодно естественно съедает от ваших денег за счет и повышения цен на продукты но и примерно там нашей стране по официальным данным по официальным данным инфляции составляет там который хочет удержать центральный банк 45 процентов но зачастую там и в регионах и в москве в том числе этот процент намного намного больше кристин вопрос такой провокационный сколько стоит твой день давай попробуем посчитать давай потрогаем пока так давай попробуем мы будем учитывать типа квартира давай начнем с того сколько ты сама тратишь вот прям сама если смотреть прям вот конкретно какие-то такие самые основные моменты то это транспорт в первую очередь а я еще плюс к этому же в московской области вот поэтому меня обычно на транспорт уходит больше чем у как бы людей живущих москве вот это еда но тут как бы есть такой интересный момент что если ты если я успеваю готовить еду дома то соответственно ну как бы я трачу в два раза если не больше денег в день меньше чем я бы потратил если бы заказывала еду или например покупала ее по дороге вот и в целом то это может быть какая-нибудь там чашечка кофе с утра или энергетик если зачеты какие-то вот если смотреть то бывают какие-то дни когда там не знаю кого-то день рождения или там нужно купить какую-то срочную вещь я не знаю что-то сломалась вот примерно сложив это все по сумме мне кажется что у меня выходит день без каких-то форс-мажоров около 500 рублей вот это прям такой супер экономичный день вот если прям и да там транспорт все вместе до 500 рублей мне бы вышло я считаю что это очень прям так хорошо лаконично лаконичные траты руслан тебя больше если это вообще корректный вопрос потому что у меня выходит сейчас скажу мне даже меньше уходит да 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 почему потому что я мало ем это во-первых во вторых кстати тут от кристины прозвучал тезис о том что готовится мог дешевле чем заказывать вот у меня все-таки складывается сейчас впечатление вот последнее время особенно в период пандемии о том что заказывать дешевле если вы заказываете естественно не готовую еду формате фастфуда а какие-то продукты которые там тебе привозят на дом либо готовы блюда которые тебе привозят на дом но это готовят где-то вот в больших каких-то сети магазинов вот и объясню почему но во первых там покупки производится по розничным ценам массово закупается и продукт стоит дешевле чем покупки в самом магазине непосредственно это первое второе я мало готовлю максимум что я делаю это кашу яичницу поэтому то время которое ты готовишь ты можешь его вполне логично переинвестировать во что-то другое вот и допустим покупки я живу не один я живу с женой и допустим мы делаем закупки в среднем из магазина разных блюд на 2000 рублей и это 2000 рублей нам хватает но точно на четыре дня до получается одно делим на другое сколько у нас получается 500 рублей на двоих в сутки вот так вот получается я сейчас конечно не беру расчет транспорт и все остальное вот ну в транспорте я езжу на общественном транспорте для меня это на текущий момент максимально комфортно жена моя постоянно ездит на такси вот это конечно не удовольствие это не выгодно но тут вопрос стоит о том то есть смотрите очень важный момент тоже чтобы сейчас вот люди недопоняли вот по моим словам можно было бы понять что надо на всем экономить нет не надо на всем экономить если вы понимаете что ваш уровень комфорта намного важнее в текущий момент туда потратьте лишнее количество денег почему нет если для вас важен комфорт вот там я понимаю что для моей жены важен комфорт поэтому да там на такси уходит энное количество денег вот как-то но я с этим соглашусь потому что бывают моменты когда очень поздно приезжаю домой прям очень поздно какие-то проекты вот например мы прям делаем приезжают в 12 часов ночи я понимаю что я сейчас не сделаю себе даже гречку вот и мне будет комфортнее завтра заказать еду да я потрачу больше денег где-то как бы придется там не знаю потратить меньше но так будет лучше а насчет того что готовить или нет мне кажется что на самом деле это я считала если я считал так а вот сколько я буду тратить если я буду каждый день заказывать еду ну у меня выходил его больше но возможно это за счет того что я если готовлю дома то готовлю за счет родителей они покупать еду мне так выходит намного выгоднее что я знаю мне там в холодильнике курочка макаронки чеки пара не понял что когда родители ходят в магазин это выгоднее ну конечно выгоднее потому что я не прекрасный прекрасный я предлагаю зафиксировать время слушайте вот тогда с этого тезиса я хочу перейти к такой важницкой теме как финансовая свобода вот как вам кажется финансовая свобода это для среднестатистического человека до условного там среднего класса это миф мы вынуждены всю жизнь работать ради денег или это реальность которой можно достичь звать и кристину послушаем мне кажется что она существует финансовая свобода есть и мне кажется что это даже не совсем про то что сколько денег ты зарабатываешь сколько тач и так далее мне кажется это про то насколько комфортно ты распределяешь свои деньги и когда у тебя там ничего не жмёт и не думаешь о том что господи боже мой я завтра буду вообще там без еды бы все то есть если ты правильно себе распланировал свой бюджет то ты чувствуешь себя комфортным а комфорт равно свобода то есть как бы тебе хорошо мне кажется что это это больше про это теперь а просто так тебе росла а как распределить так чтобы эту свободу чувствовать вообще но давайте предположим возможно ли в жизни накопить 10 миллионов рублей возможно возможно не сложно допустим до накопили мы 10 миллионов рублей положили их в банк по стандартный депозит под пять процентов годовых и того получается в год мы получаем 500 тысяч рублей это тот доход который дает нам банк за счет использования наших 10 миллионов 500 тысяч делим на 12 месяцев там но 40 45 тысяч рублей в месяц пожалуйста то есть накопив 10 миллионов положив их в банк вы будете стабильно получать 45 тысяч рублей вот он финансовая независимость в каком-то виде хотя бы и мы сейчас взяли самый стандартный обычный инструмент инструмент депозит есть инструменты более доходные ответственно но тут нужно понимать чем больше доходность тем больше и риски однако есть более доходные инструменты которые устроены таким образом что риски там стараются максимально нивелировать и есть определенные правила инвестирования думаю что дальше мы об этом поговорим ну да свобода возможно вот вам пожалуйста если вы сейчас можете в противовес поставить следующий тезис о том что но русланов ну нужно в жизни копить на многие-многие вещи к примеру первое это жилье но опять же вот а насколько нужно жилье да а почему бы к примеру не снимать я сейчас говорю может быть какие-то революционные вещи но в наше время вторичный рынок жилья который сдается он очень сильно просел период пандемии особенно потому что и все люди начали сдавать у никого денег нету цены упали может быть снимать тут нужно что сделать сложить деньги которые будете платить за квартиру посмотреть какой-то процент от стоимости жилья к примеру в москве в москве сейчас квадратный метр но стоит порядка 200 тысяч рублей квадратный метр в москве я даже наверное это новая москва то есть в москве то может еще чуть дороже быть сильно снизил планку я вчера шарилась как раз вот 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 да может быть там и лучше а еще ведь жилье который вы снимаете она имеет свойства ликвидности вы можете спокойно выехать в любой момент заселиться в другую вы не привязаны к работе а потому что сейчас большинстве своем люди перешли в дистанционный формат вы можете жить где угодно пожалуйста может быть это лучше а те деньги которые вы не потратили на квартиру они на вас работают на самом деле у меня родители всегда говорят о том что когда ты тратишь деньги на то чтобы моя семья всю жизнь снимала квартиру до какого-то до 2018 года по моему потому что нам у нас не было гражданство там так далее то есть мы не могли бы чисто физически купить квартиру и когда мы взяли ее в ипотеку мы поняли как бы родители тоже вместе пришли к выводу что ты тратишь те же деньги которые бы тратил на то чтобы снимать но при этом ты вкладываешь эти деньги и будешь знать что там через какое-то время эта квартира будет уже твоя собственная вот и ну как бы я с этим например согласна то есть я бы хотела там ближе к 25 например если буду иметь какой-то же постоянный доход взять квартиру ипотеку и там за 10 лет ее закрыть зато буду там 35 у меня будут дети это будет наша квартира очень позитивный взгляд на это сказать на самом-то деле есть два тезиса вот такие то тезис вопрос я поняла уловила мы вчера с спикерами с экспертами когда открывали первую площадку про успешный бизнес у нас позвучал такой тезис очень интересный два первое что в будущее мы все будем жить в шеринге каршеринг и все остальное и касательно владения там недвижимостью машины и машинами и так далее я в целом согласна то что я пользуюсь каршеринга мне кажется это выгоднее чем иметь свою машину и второй момент мы очень часто покупаем какие-то вещи которые на нас потом не работают то есть они просто лежат у нас есть еще вот этот принцип остаточный эффект там условного советского союза когда мы начинаем серванты ставить хрусталь туда запихивать на балкон положить санки на балконе мое любимое это самое первое чего я очень сильно наругала родители мы купили когда новую квартиру взяли в аппетеку я такая никакого я понимаю что вы армяне но никакого серванта никакого этой хрустальной посуды который пользуется раз в десять лет согласно с этим я правильно понимаю что вы согласны с тем что вещи тоже должны на наш на нас работать и хранить ничего не нужно или все-таки нужно что-то покупать такое чтобы она вот было на всякий случай чтобы можно было потом продать например или передать по наследству для того чтобы что-то продать нужно что-то купить класс вот знаете человек в первую очередь темциональное существо иногда не нужно себя сдерживать в эмоциях вот допустим на моем примере ну вот я никогда не путешествовал другие страны до этого момента когда в моей жизни появился человек который меня начал трючить как следует на эту тему просто на ты где не был вообще в европе там и ткани нигде не обалдалась ездим у меня был невероятный негатив внутри не объясню почему потому что я там выходят из многодетной семьи на шесть детей в семье я знаю что такое стоимость одного рубля как его можно ценить я знаю что если родители купили вам 7 марок 6 мороженых то если ты свое время на свое не съел то его средство другое ну то есть понятно законы стаи такие и для меня тратить деньги на что-то что я не могу потрогать материально этот деньги в никуда съездить в отпуск это то что нельзя потрогать материально и тут у меня какой-то такой страх но значит эти деньги просто отдам куда-то но нет это эмоции ты съездил ты увидел как живут другие люди и сейчас поясню почему это важно как живут другие люди как они мыслят как они живут и у тебя вот эти шуры они расширяются то есть ты снимаешь себя их и понимаешь вау а можно и по-другому и это кстати вот тоже дарует некую и финансовую свободу ты для себя раскрываешь взор видишь как можно по-другому и у тебя новые установки головы формируются в допустим одна из последних одних моих любимых установ которыми опять же насильно в голову вбили это то что не нужно экономить нужно зарабатывать это также работает то есть люди эмоциональность что не нужно себя ограничивать в каких-то эмоций стихийных покупках если же это не паразитирует тебя и не отнимает большая часть твоих денег потому что если мы говорим час про студенческую аудиторию вот самый простой инструмент финансового планирования он чем заключается то есть ты понимаешь все свои денежные потоки которые входят и расходы выходят если ты хочешь на что-то накопить опять же это отдельный вопрос на что мы хотим накопить потому что откладывать деньги просто так это очень странная мотив объясню почему вот я из одной темы на другую перепрыгиваю извините объясню почему вот часто вот приходим в бага до в банке еще работал мы анализировали как работают люди в окошечках которые занимаются продажей приходит человек размещает там 5 миллионов рублей и говорят слушайте на какие цели как думаете самый стандартный ответ какой найдется по по ходу решим по ходу решим на всякий случай на черный день и так далее а что такое черный день да когда они поницу вот что-то такое шутка на всякий случай это что такое знаете что если произойдет всякий случай или черный день ты не успеешь эти деньги забрать и если ты кладешь деньги вот на эти цели накопления непонятные ты их рискуешь разместить на инструменты которые не будут тебе приносить должного дохода а если ты задаешься конкретной целью я хочу накопить на жилье на образование детям нам автомобиль туда тогда ты можешь подобрать на себя лучшие инструменты потому что ясно конечная цель вот да я согласна еще в тем про паразитизм мне есть знакомая которая вот не знают как только и какая-то сумма приходила она сразу там журнальчики там вот когда заходишь к ней домой вот у него наверное вот размером вот с это вот все аудитории где мы сидим есть вот если все это вот разложить будет количество журнальчиков которые там ну 99 процентов которых она не открывала то есть я не знаю я не знаю коллекционерство возможно это я не знаю хобби это или нет но я как бы считаю что хобби это то что что-то ну как бы приносит тебе пользу или какие-то эмоции какие-то знания когда ты просто как бы купил и это не открыто даже никаким образом вообще то вряд ли наверное это это можно назвать хобби вот это реально действительно боже какой-то вот паразитизм поэтому наверное это должно действительно вещь должна на тебя как-то работать скорее коллекционерство да то есть как-то марки тоже самое мне кажется он собирает люди ради какого-то удовольствия это удовольствие да и просто финансовая свобода хотел еще уточнить вот я придерживаюсь очень такого четкого тезиса что все что я вкладываю ради какого-то удовольствия в том числе да ради какой-то свободы это инвестиция в меня у меня вот я поделюсь своим личным примером меня был один очень жесткий перелом я всегда заказывалась если приходилось вызывать себе такси я вызывал такси эконом ну потому что ты экономишь там 50 100 рублей по сравнению с комфортом вот и меня один мудрый человек один рассказал что перестань так делать потому что ты пока едешь в этом эконом такси ты можешь понервничать в этом может быть в салоне как-то не очень пахнет из это может быть грязно там таксист спрашивает дорогу ну классика жанра да или какие-то еще вещи он начинает с тобой разговаривать для меня вот очень важно в такси молчать я просто еду я могу работать там периодически что-то слушать но не разговаривать вот и меня приучили к такси комфорту я трачу получается на 50 на 70 на 100 порой до рублей больше это как-то влияет как вам кажется на человека он тут он чувствует какую-то планку он повышает свой комфорт или это бессмысленная трата денег одновременно мне кажется что это не бессмысленная трата денег потому что есть какие-то же все все равно психологические тоже моменты что если это приносит тебе удовольствие то ты вот здесь вот чувствуешь себя спокойно хорошо на душе в голове а если ты постоянно находишься в стрессе из-за того что думаешь ой там со мной разговаривает или вот мне просто вот в принципе некомфортно это же вызывает какой-то стресс это сразу какие-то проблемы могут появиться со здоровьем если это систематично например поэтому мне кажется что это действительно важно если для кого-то это реально важно и человек будет чувствовать себя психологически комфортнее то лучше так чем потом тратить деньги на нервов да ну я так скажу опять же нужно смотреть по обстоятельствам если вам в текущий момент жизни намного важнее ваш комфорт и вы понимаете для чего вы это делаете вы с хорошим настроением остаетесь хорошее настроение это работоспособность вашим оставшийся день к примеру туда тратьте лишние 50 100 рублей если вы можете себе это позволить к сожалению вот опять же такой я немножко отклонюсь и дальше продолжим если вот сейчас вот я сейчас был другой студии там говорили про личный бренд но мы с вами понимаем что зайдя в любую социальную сеть люди выставляют только то что них хорошо и классно или то что хотят либо то что хотят да но как правило это то что они хотят не порочит их а только как-то их восхваляет если вы понимаете что вы тратите на такси комфорт чуть больше денег на это суда можно отнести покупку смартфона примеру только бренда apple и так далее для того чтобы просто как-то себя поставить в моменте перед вашим окружением с определенной точки зрения то что вот я значит такой вот и себя цените меня вот какое классно как я девайс как я выгляжу что у меня есть но это не соответствует твоему уровню дохода текущий момент то это ошибочно это заблуждение это какие-то проблемы которые нужно не знаю прорабатывать наверно в том числе с психологом то есть доходы всегда должны быть больше чем расходы они наоборот да конечно конечно да в этом ситуации люди выставляют себя максимально ну смотрите вот меня такие деньги хотя не могут не получать таких денег но они делают вид что это получают для того чтобы заработать лайков получить какое-то социальное одобрение и так далее но это не по карманам и таких примеры есть я знаю человека который у такси с позиционировал это думаешь блин новым как-то он зарабатывает обалденно тех пор пока не встретил его в метро понимать он едет в метро грустный начнет автомобиля хотя он выкладывает постоянно автомобили и он делает вид что как бы с нету вот ну да вот такое бывает если вы себя поймаете сейчас на этом те кто смотрит а у меня такая же проблема был на форуме на одном сидит девочка 16 лет с последним iphone спрашивай зачем тебе этот iphone я планирую услышать примерно следующие вещи но те функции которые присутствуют в этом смартфоне позволяют мне эффективно вести мою текущую деятельность там в блогера не примерно не знаю и то-то 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 нет и мы я задал зачем зачем а что даст а почему и мы вышли на то что но у меня вот любят в классе потому что мне вот такое но это же проблема то есть это вопрос того что ты формируешь вокруг себя какие-то активы или пассивы потому что неизвестно как ты будешь использовать iphone дальше с точки зрения социального одобрения то есть социально одобряемо зарабатывать или иметь дорогие вещи или как нет если у тебя доход позволяет кататься на комфорте позволяет покупать iphone то покупай на здоровье пожалуйста если не позволяет ты понимаешь что ты потратил там на iphone 70 тысяч рублей а у тебя повышена стипендия 15000 это твой единственный доход ежемесячный и ты просто откладывал 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 и жил на рисе или жарил тараканов общаги такие случаи бывали и знаю сталкивался не лично вот это наверное это было прометчиво понимая в молодежном сленге это называется позерства или позерства по-разному называют но в общем суть понятна да но я еще раз призываю не надо себя обделять в то что он приносит довольствие эмоции потому что это в том числе влияет на ваше мировосприятие и ваше отношение вот следующий раз ксюш когда ты ездишь на комфорте вот выйдя из этого такси это же сильно повлияет на то что будет вокруг тебя в формате твоих действий по отношению к тебе то есть ты не позволишь чтобы с тобой как-то так разговаривали ты будешь хотеть пить только определенный кофе марка марки так далее это повышает качество твоей жизни есть в каждом процессе плюсы и минусы однозначно но если ты можешь это позволить пожалуйста но и дарит эмоции тоже да и дарит эмоции согласен кстати тени сергей посоветовал этот такси комфорт сушки вот такой вопрос у нас на самом деле не очень принято нас принято хвастаться чем-то материальным но я столкнулась вот с какой штукой как-то раз я решила заказать клининг домой чтобы поубрали значит квартиру вместо меня и когда я сообщил об этом очень много хейта я словил свою сторону типы ты чё ты же вот сама можешь убраться ручки-ножки есть иди давай пожалуйста как вы считаете вот на это историю да это про делегирование про аутсорсинг какие такие вещи стоит ли тратить деньги берем сейчас внимание что клининг стоит двухкомнатной квартиры на секундочку в среднем две с половиной три тысячи рублей и экономит там грубо 5-6 часов твоего времени ну так если прям сухо посчитать да и очень много людей это правда серьезно мне писали в директ люди считают что это вообще-то роскошь которую ну как бы вот только ленивые себе могут позволить что вы думаете по этому поводу это просто как пример ну вот за шесть часов уборки мне кажется что можно заработать в 3 раза больше денег чем ты потратишь на клининг ну получается по логике вещей вот и если например ты действительно думаешь что что за эти шесть часов там у тебя там реально работа там или ты не знаю куда ты должен поехать или что-то еще именно связано с работой и ты понимаешь что что ты можешь там заработать денег то как бы да почему нет то есть если ты можешь это же время конвертировать дальше в деньги но я бы так наверное скорее сделала но тут еще есть опять же если обращаться обратно к эмоциям то есть люди которые просто ненавидят уборку просто терпеть ее не могут и для того чтобы не знаю как-то нормально свои нервы в порядке держать и лишний раз не нервничать насчет этого то возможно кому-то будет действительно комфортнее вызвать себе клининг компанию и так далее вот а если к которым вот действительно уборка приносит удовольствие вот например моя ваша сестра она любит убираться вот там не знаю включить музыку и кто-то действительно даже получает от этого какое-то удовольствие кайф то есть ты расслабляешься ты как бы забываешь о чем-то вот поэтому только вот две стороны медали много бы сли на эту тему опять же жена с удовольствием заказывала клининг пуш она не любит убираться это опять же новая установка кстати мы очень много про установки говорим потому что финансовая грамотность это в первую очередь установки могу потом историю интересно рассказать она говорит руслан женщина не домохозяйка да да женщине домохозяйка теперь я это понимаю мы заказываем клининг вы заказывали тогда когда у нас была необходимость переезжать с одной квартиры в другую то есть когда нужно было завести генеральную уборку потому что мы снимали эту квартиру да мы заказали клининг и я так спал офигенно в этот момент на кровати когда все убить женщина убиралась за 2000 рублей на то было однушка это первое второе если вы заказали клининг но потом вы вам нечего есть это плохо это плохо что вы заказали клининг если у вас и деньги кстати зарабатываются для того чтобы еще тратить не обязательно копить да можно еще их тратить не надо про это просто про забывать а то мы и так пользуемся карточками и не видим налички в руках которые можно отдать за что-то это ведь тоже приятная заплатил за работу кому-то кто работал на меня а он не просто работал на меня на нем я работал все весь рот этого человека условно понимаете вот и вы получили удовольствие вы отдохнули все замечательно да дай бог платите клинингом пожалуйста я к примеру против клининга потому что все-таки некоторое воспитание моё 5 из многодетной семьи плюс армейский опыт дает о себе знать ну плюс с точки зрения финансовая грамотность я понимаю и с точки зрения вот я использую рефрейминг уборка это не просто на введение чистоты в квартире уборка это еще здоровье безопасность почему потому что придет женщина а я смотрел программа не приходит они воруют они что-то находят забирают себе как за него следить это нервы для меня нет поэтому я лучше сам уберусь квартире жена отдыхай вот моя швабра вот мой пылесос а мне пылесосом вообще знаете как нравится вот так вот все взял и швабра у тебя обычно за за пылесос которой нет у меня вот такая труба как он называется ручной ручной до ручной пылесос обалденные со собакой бегаю пугая и и получаю максимальное удовольствие развлекаясь и потом мокрую вот эту влажную уборку провожу с помощью швабры и все замечательно я сам зато знаю вот тут пыли нету вот тут нету чем я буду за кем-то проверять мне вот так комфортнее ну вот если говорить про установки то я понимаю что вот например так как я живу и к счастью или сожалению в кавказской семье вот так счастье конечно вот у нас тоже есть определенное воспитание из детства как бы учат там быть чистоплотными что нужно убирать у меня вообще там просто уборка практически каждый день моя мама удивляется людям которые убираются типа раз в неделю там например она говорит так мало вот ну то есть мы в семье достаточно часто наверное убираемся и если бы я сказала маме с папой что я вызвала клининговую компанию мне кажется они бы очень большим осуждением меня посмотрели типа конечно конечно что ты что не можешь это сделать сама не можешь сама пригласили меня я бы тебе помогла мне кажется я бы наверное не вызвала бы тоже я бы такая ну я эти 2000 рублей могу там я не знаю что сделать так это по аналогии с путешествиями ты никогда не путешествовал но когда ты это сделал для тебя мир открылся по-другому ты платишь другой валюты в другой стране общаясь с другими людьми ты понимаешь что можно иначе нужно выходить из кокона и я вам честно скажу то что но если мы тут искренне все общаемся мои родители очень сильно там на меня в свое время влияли касаемо таких вопросов чтобы вот сейчас подойти к маме сказать типа маму вот мы там клинин заказываем я получу осуждение потому что но это совсем другие люди другого воспитания и тогда деньги были имели другое качество стабильность получения зарплаты работа вот эти ценности были тогда сейчас же ценности быть счастливым найти свое место отдохнуть получить наполненность эмоциональную и поэтому мы готовы тратить на какие-то услуги и деньги и недаром что там появились на посудомоечные машины какие там еще приборы которые позволяют облегчить труд труд и я вообще считаю что это правильно никто не домохозяйка поэтому хорошо как кроме домохозяйки никто да мы хозяйка слушайте вот посудомоечная машина робот-пылесосы все вот эти вот новые технологии я раньше очень жадничал на эту историю и меня как ни странно родители первые купили посудомойку я очень их шеймила по этому поводу я прям говорила ребята ну это жир какая-то русскошь сколько она стоит там не знаю 50 тысяч рублей это же очень дорого и мама мне сказала тогда ну во первых я экономлю время во вторых я берегу руки и в третьих что немаловажно я экономлю воду и я не поверила если честно и сначала и я горела о том что как можно экономить воду это же я экономлю воду я вот аккуратненько помогла быстренько тарелочку поставил и я сэкономил воду а посудомоевшая машина нет я слышу сколько воды на сливает мама очень долго смоялась но потом я сравнил и счета и вот тут я поняла что окей ты один раз потратил 50 тысяч рублей например да а потом ты экономишь по чуть-чуть по чуть-чуть в течение сколько вот эта машинка будет стоять и работать то же самое с клининга то же самое с путешествием это тоже некая инвестиции и долгосрочная конвертация можно это так называть можно да главное понять к я был очень как инженер мне было бы в первую очередь интересно такой период когда это все окупится сколько сколько разницы не секрет между посудомоечные счетами да так сейчас я скажу что-то типа полтора раза это очень ну вот посмотреть сколько в рублях это разделить на 50 тысяч посмотреть сколько это купится за месяц это интересно да это математика это работает пожалуйста делайте так но мы мы с родителями считали как раз тот момент в среднем посудомоечная машина окупает себя где-то года через по-моему два или два с половиной то есть довольно быстро я считаю что это очень быстро вот скажите мне пожалуйста не следующий вопрос мы затронули немножко темы инвестиции прям чуть-чуть вот как понять что из инвестиций ок а что пустая трата денег и времени и сил очень сложный вопрос потому что никак не понять рынок себя ведет максимально хаотично ну вот допустим ну кто может допустим предугадать что было бы пандемия а что произошло в пандемии но ценные бумаги многих компаний связанных с отелями авиаперевозками круизами так далее не упали да как это был привык нет а вот возьмет и господин байден напишет у себя в твиттере вводим мы планируем ввести санкции опять же вопрос как рынок отреагирует естественно акции акции российских компаний они упадут потому что а даже еще ничего не велось просто твит потому что ну сейчас вот информация по щелчку передается все люди боятся продают покупают поэтому тут не предугадать тут нужно действовать действовать придерживаясь каких-то определенных правил они как бы прозраще не и есть и по этим правилам нужно составлять свой портфель могу быть аккуратных правилах рассказать во первых самое главное инвестировать нужно в ценные бумаги тогда когда у вас есть деньги с которыми вы готовы попрощаться это лишние деньги ну нельзя сказать лишний день это деньги которые в случае если они уйдут не сильно скажется на ваше качество жизни вам будет что есть вам будет за что платить на транспорт и так далее но инвестирование кстати в период пандемии очень сильно позволило россиянам вот именно просветиться в этой тематике потому что многие работы по закрывались из-за кризиса куда деньги брать а пойду-ка я установлю себя какой-нибудь брокерское приложение так вот смотрите первое правило если вы занимаетесь инвестированием то вы должны создавать портфель покупая разные ценные бумаги и реакции и облигации и желательно не только российских эмитентов те кто производит бумаги россии по моему текущий момент от общего мирового ввп занимает процента 4 наверное если не меньше это писали то же самое если я человек живущий в зимбабве на какой-нибудь зимбабвец покупал бы ценные бумаги зимбабве надежда то что они поднимутся цене это странно также как и россиянину покупать только ценные бумаги русских компаний поэтому нужно шоку диверсификации это когда вы свои денежные накопления распределяете по разным ценным бумагам по разным валютам по разным странам вот примеру немецкие японские американские там ввп общемировой у них там побольше чем в россии потому что они много производят всего полезного для мира пожалуйста первый элемент диверсификации не нужно покупать только ценные бумаги там газпрома или ценные бумаги мтс потому что что-то произойдет с газпромом т.с. вы пусть ну потеряете но нет может конечно и не потеряете но опять же тут сильно вот эта волатильность может быть это первое правило второе правило это долгосрочные инвестиции я против вот этих вот трейдеров которые вложили деньги увидели микро перепад там взяли вывели это большие нервы это много времени и не всегда работают поэтому если вы занимаетесь ценными бумагами акциями облигациями то это долгосрочные инвестиции что такое долгосрочные от трех лет вы закинули туда деньги ждете год два три пять десять 15 если вы посмотрите на ценную бумагу любой компании то вот этот вот тренд как поднимается график он на периоде 15 лет будет вот таким вот вверх а а если посмотрите в течение года там будет вот так вот поэтому долгосрочной перспективе ценные бумаги они растут это вторая рекомендация по мидсер диверсификации но третье это усреднение за счет чего нельзя просто взять и вложить все деньги ценные бумаги в моменте нужно докупать допустим раз в месяц возьмите себе за правило докладывать ну не знаю 8000 рублей условно там 100 долларов в месяц кладете в портфель покупая по чуть-чуть всех ценных бумаг каждый месяц несмотря что бы происходило они упали бумаги покупаем они выросли все равно покупаем вы тем самым усредняете волатильность в резкое изменение графика по стоимости ценных бумаг и портфель у вас не будет иметь высокую доходность но не будет иметь очень низкую доходность будет хороший стабильно средняя доходность но как правило выше чем по те же самым депозитом ну и последнее это ребалансировка портфеля если вы купили к примеру ну наверно сложно сейчас термины говорю да нет но мне норм кристин тебе как что-то да что-то нет давай сейчас попроще пытаюсь объяснить последняя четвертая рекомендация вот допустим то купила ценные бумаги компании там газпром и apple да с течением времени у тебя там то 100 рублей вложила на 50 на 40 рублей купила газпром на 60 рублей apple допустим спустя какое-то количество времени apple подешевели и у тебя количество ценных бумаг в портфеле ну как бы тех денег которые вложила в цене баги уменьшились и тебе значит нужно провести ребалансировку и докупить их для того чтобы восстановить их до с пропорции 60 на 40 вот такое правило до ребалансировки до покупки в случае проседания чего-либо поможет вам получить максимум почему потому что когда приседает нужно покупать когда что-то какая-то бумага пристает нужно покупать но опять же мы говорим про установки забудьте про финансовую грамотность про инвестиции если вы не обладаете необходимыми установками а какие установки нужны это умение накопить это самодисциплина финансовая грамотность это самодисциплина я могу еще поговорить вот допустим вот история которая хотела рассказать ну вот семья мухаммедзиановых из уфы это первая семья в нашей стране которая выиграла в лотерею 1 миллион долларов это на тот момент порядка 28 миллионов рублей они выиграли обычная семья из уфы просто они эти деньги потратили за пять лет что они делали кутили выпивка алкоголь и так далее но опять же те люди которые приходили изучали историю этой семьи выясняли о том что эта семья не поменяла никаких привычек они вот как ели картошку они так и продолжили есть картофель только начали его закупать больших объемах мешок сразу они как в злоупотребляли алкоголем так и продолжили это делать не поехать в другую страну не изменить свои вкусовые привычки покупая вкусную полезную пищу виде рыбы мясо нет когда приходили люди ну сразу таких людей очень много знакомых друзей этому 10 тысяч рублей на учебу этому 300 тысяч рублей на гараж на 28 миллионов есть куда разгуляться и только благодаря финансовому консультанту которую ему дали от лотереи он сказал ребята ну купите вы что-то что можете потом использовать они купили три квартиры как и сейчас у этих семейки с на денег нет ваня за пять лет все потратили единственно что они живут это на сдачу этих квартир понятно все дело в установках если мы себя не приучим отказываться от привычек который съедает у нас деньги вот есть такой эффект латы латы стоит 200 рублей но насколько это лата нужен 200 я покупаю дешевле и я сейчас говорю что латы может стоить 200 рублей и некоторые люди покупают в старбаксе к примеру так вот 200 а сколько вы пьете раз кофе я один раз день пью кофе 7 умножаем на 200 1400 правильно 1400 получается неделю он умножает 1400 на 52 сколько это будет не сложно сейчас посчитать сколько это будет да и множество еще четыреста на 52 так 1400 умножаем на 52 гуманитаре собрали 72 тысячи восемьсот давайте уберем там в какие-то дни не пьем 60 тысяч рублей в месяц это за одна зарплата одна месячная зарплата который уходит на 60 тысяч рублей одна зарплата который уходит только на покупку этого латы про курение аналогично только там еще дороже ну или не может не дороже там 50 тысяч рублей это путевка в турцию отдохнуть в отеле 50 тысяч рублей который уходит на покупку сигарет насколько это нужно сейчас вообще курить не модно даже вот пожалуйста это принцип латы это поиск привычек которые отнимают у вас деньги пусть даже по копейке но статистика штука такая что в долгосрочной перспективе это копейка выльется в очень хорошую большую сумму и когда вы занимаетесь финансовом планирование выставлять себе цель накопления анализируйте откуда у вас доходы какие у вас расходы чтобы мне на что-то накопить я должен из доходов отнять расходы вот у меня есть некоторой суммы денег делю стоимость цели на количество этих денег и смотрю сколько месяцев и накоплю дальше что нужно сделать по принципу латы понять а как я могу увеличить остаток ежемесячный отказавшись от каких-то расходов ну по принципу латы что я делаю покупаю чипсы принглс к примеру да там они стоят 190 божь ты мой может быть уйти и насколько выиграю а это же плюс здоровье тогда ну таким принципом то есть от такси комфорта мы не отказываемся потому что это в плюс работает а от чипсов например то или от кофе который работает не всегда в плюс можно есть смысл наверное отказаться потому что это в данном случае если что то что в плюс это в плюс и во вторых вы можете себе это позволить и опять же если вы тратите на комфорт тратите на кофе ну вот на какие-то показушные вещи но потом вы думаете были а мне денег на метро нет блин а вот сейчас поесть нет домой что-то взять купить тогда это были расходы паразитирующие вас кристина есть у тебя какие-то такие штуки от которых ты прям сейчас можешь отказаться такой челлендж в прямом эфире сложно сложно я просто за себя скажу я никогда в жизни не откажусь от кофе я тоже я сейчас да я сейчас тоже подумала такая посидела что действительно кофе очень много как бы уход денег на него но мне тоже тяжело отказаться не потому что там оно там вредно или вот ну вот это понятно да что вред все-таки конечно есть но мне приносит удовольствие кофе то есть мне мне нравится в жизни да этот это какой-то стиль жизни действительно мне нравится вкус мне нравится что я там беру чашечка кофе иду наслаждаясь погоды то есть мне это приносит эмоции вот мне прямо то есть мне нравится там не потому что там ой мне много денег на это уходит и так далее что это вредно для здоровья то есть мне чисто приносит это положительные эмоции принцип латы называется потому что лат это как пример и ну вот давайте вот я вам сейчас расскажу свою историю я тоже несмотря то что вот все это наговорил я себе тоже не отказываюсь покупать кофе но во первых я не покупаю пример его в магазинах где он стоит дороже там 200 рублей нет для меня средняя цена кофе достаточно 100 120-30 максимум рублей но я купил себе кофе-машину капельную две с половиной тысячи рублей пачка кофе максимум 500 рублей 3000 рублей пачки кофе хватает на полтора месяца ну на месяц полтора там за пачка ну как раз на 400 грамм стандартная но не знаю я вот пью кофе один раз в день максимум 2 все да я забыл что пешков один раз я просто сейчас посчитала что пачка кофе а где-то вот как раз где-то 400 грамм максимум на три недели с учетом того что кофе мы пьем вдвоем где-то раза три-четыре ну вот вот я пью один раз день и стараюсь не злоупотреблять высушивает организм вот смотрите 3000 рублей 1 чашка кофе давайте возьмем 200 против 72 800 да 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 и когда у меня стоит желание жуткое желание в моменте купить эту чашку кофе я себя могу остановить сказать руслану ты придешь домой ты его сам себе сделаешь а если вы можете вообще не покупать кофе-машину я себе отдельное удовольствие нашел варить кофе в турке я всю жизнь отдельное удовольствие вот это следить вот это вот помешать этот катик традиция ритуальность ритуальность да и тогда еще дешевле и я себя этим стоплю но зато какое колоссальное удовольствие получаю включив какой-нибудь фильм о какой-нибудь стрим попивай это кофе и там общаясь с людьми к примеру ну да я понимаю да насчет кофе в турке то я варю его с пяти лет чтобы вы понимали я хочу список талантов кристина потому что этот эта традиция у моего народа и меня родители вообще могут выпить кофе 6 раз в день спокойно вот когда я приезжаю на родину я могу заваривать его тоже там раз 10 в день спокойно то есть поэтому мне кажется что процентов на 10 и армянка судя по всему окей скажите мне пожалуйста вот в вашей картинке мира я понимаю важный тезис сейчас мне кажется что финансовая свобода и категории финансовой свободы у каждого своя мы очень разными категории мыслям мы по-разному оценим оценим с вами что такое дорого что такое дешево из-за этом папа меня с детства приучал что мы не такие богаты что покупать дешевые вещи сейчас прям надо сложить этот тезис он очень нравится мне это касательно инвестиций в технику в том числе для того чтобы не заменять ее часто чтобы она работала на тебя долгое время и вот касательно категории у меня вопрос вот идеальная финансовая картинка мира вот сколько денег нужно чтобы в месяц например да чтобы было чувствовать себя комфортно с ваших вот категорий то есть вот я предполагаю что очень смотрите разные суммы да про себя про себя и возможно там про свою семью но в общем с кем вы там постоянно взаимодействовать вот на вас лично на одного человека сколько нужно денег чтобы чувствовать себя комфортно живя при этом в москве важный момент и не перебарщивать да тоже там не шиковать то есть просто такой комфорт финансовый комфорт он какой я могу начать если ну рассматривать прям на данный момент в данном возрасте я на учитывая то что я живу с родителями не трачу деньги на жилье и учитывая то что какую-то сумму я откладываю на какие-то свои определенные цели и какую-то сумму трачу здесь в настоящее время скажем так настоящей жизни наверное самая такая супер идеальная количество денег которым не нужно это 25-30 тысяч то есть мне вот это и вот этой суммы в целом достаточно для того чтобы именно откладывать еще то что когда-то студент много чего хочется успеть вот до 30 тысяч суммы 20-30 тысяч наверное это будет самое комфортное для студенту сразу кристина нашла клана что откладывать честное на права на машину все есть финансовые цели да это очень важно а значит можешь выбрать инструмент куда тебе лучше откладывать и деньги хорошо потому что тебе понятно сроки я не могу остановиться и ну это логика тебе понятны сроки через какие в какое время эти деньги понадобятся если эти сроки больше года к примеру в течение там трех-пяти лет то значит тоже не депозит который приносит пять процентов съедающая инфляция уже можно подумать об инвестиционных инструментах с учетом моих текущих жизненных обстоятельствах сто пятьдесят тысяч рублей и этого будет хватает чтобы покрывать обязательства какие-то до чувствуя в ком да 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 на сто процентов это очень круто но у меня мне кажется что вы оба очень лаконичны в этом отношении то что я вообще другая а тебе с мнение вот 150 и 30 не хватает это сейчас я расскажу простую историю есть момент когда я училась в этом университете мне было сколько там 19 20 меня было стипендия не повышена на секундочку просто обычная стипендия на то оставлял тысячу сто и я еще подрабатывала но в разных проектах в какой-то момент я устроилась в редакцию собственно говоря редактора и у меня зарплата была на поскольку я на долинке тогда работала что-то типа 10 то есть мой суммарный доход составлял там 10 тысяч рублей 10 12 тысяч рублей и мне этого было вот так потому что потребности были вот другие сейчас я понимаю что с в среднем мне до того чтобы быть в комфорте и не переживать и при этом позволять себе какие-то вещи что-то куда-то инвестировать в людей в себя там в технику еще во что-то и естественно копить на ипотеку не без этого мне наверное где-то нужно в 200 250 300 даже вот так вот разбег от 200 до 300 плюс но к тому что я снимаю квартиру я обеспечиваю машину и вкладываю в свое образование ну и соответственно в бизнес то есть я продолжаю учиться это моя такая инвестиция вечно надеюсь и мне хочется вот чувствовать себя спокойно при этом я действительно да я научилась ездить на комфорте ну то есть какие-то вещи кофе этот безлимитные постоянные в моей жизни происходят и путешествовать то есть я действительно много трачу но при этом я стараюсь что каждая моя копейка потрачена она приносила мне в обратку как-то какой-то доход мне кажется это важно ксюш много да я знаю я знаю что я транжира я прям жуткая транжира смотри работал на в одном месте коллега у меня была она была главным и чаром у нее зарплата была 300 игра но у вас зарплата хорошая очень хорошая вы наверно что-то откладываете вообще ничего откладываю от 300 получай все 300 уходят вот как с этим справляться то есть у нас есть такие студенты я даже знаю несколько примеров получает повышенную стипендию где-то подработали и едут знаешь отсюда из корпуса в красногорск на такси на комфорт плюс это дисциплина это дисциплина это дисциплина опять же говорю финансовая грамотность это установки если вы не сформируете необходимых установок по накоплению это понимание ценности рубля то есть рубль это не деньги рубль это ваше проинвестированные время усилия помноженное время плюс усилия в скобочках помножены на опыт поэтому подумайте что вот может быть лучше но это так посмотрите вот то что сейчас заставит всех задуматься готовы готовы вот у тебя к примеру ходит 300 тысяч но на твоем примере возьмем ну к примеру может там важно это не всегда такая цифра даже да не всегда 300 тысяч рублей у тебя возможно со временем даже увеличится твой доход потому что ты сейчас в таком возрасте когда но ты хороший специалист и ты можешь дальше повышать свой уровень квалификации тебя будут ценить люди предлагать проект и так далее а теперь открою для всех маленькую истину наступит момент вашей жизни когда зарплата ваша доход ежемесячный он будет стагнировать он будет падать и вы выйдете на так называемую пенсию а на пенсии вы будете иметь ежемесячный доход дай бог пятнадцать двадцать тысяч рублей а теперь представьте вот вы себе покупаете вкусную еду в хорошую красивую модную одежду позволяйте себе путешествовать на 300 тысяч рублей а теперь готовлю все от всего этого отказаться и жить в месяц на 15 тысяч рублей выбирая между колбаска и лекарствами а ведь всегда наступит у всех людей давайте будем честны и у меня и у вас у тех кто нас смотрит наступит такой период когда работодатель не будет в вас заинтересован потому что он отправит вас на пенсию и если вы к этому времени не сколотите себе какой-то финансовый резерв вы будете отказываться а поверьте мне человек очень тяжело отказываться от своих привычек ну мы сейчас поэтому в разговоре неоднократно это подчеркивали как быть поэтому здесь еще одна мысль прослеживается что нужно дисциплина и нужно накапливать денежные средства а не полагаться на пенсию к сожалению мы поставлены в такие условия были бы мы в японии мы бы с вами я вышли на пенсию еще бы там 40 лет бы жили припеваючи потому что средняя пенсия там в японии ой я боюсь ошибиться вот я смотрел тут программу комаровского с миру мир наизнанку 60 70 80 тысяч долларов что такое такое там гошебан переспределение доходов иначе вообще со строй а системы вот задумайтесь и вопрос когда копить на эту пенсию уже сейчас уже сейчас начинайте откладывать деньги на уже вчера уже вчера несмотря на то что я сейчас выглядела такое типа самые нелогичные вообще в этой студии я как раз таки начала заботиться о своей пенсии где-то наверное года три назад потихоньку-потихоньку помаленьку я сначала перевела значит вне не государственный пенсионный фонд потом я начала там что-то изучать какие-то схемы и вот и потихоньку-потихоньку я об этом заботюсь и мне кажется действительно важно давайте резюмируем значит нам нам нужна дисциплина сто процентов до без дисциплины никуда нам нужно делать по чуть-чуть но постоянно и системы я правильно вас услышал системно не менее 15-20 процентов от вашего ежемесячного дохода должны отправляться на накопительные инструменты и это мы считаем и накопительные счета и какие-то вклады все в совокупности и инвестиции инвестиции 20 процентов вашего дохода то есть условно вот я заработала не знаю 40 тысяч рублей я беру 10 10-20 процентов 8000 отправляете туда 8000 распределяем на три-четыре разных источника дохода да пожалуйста почему три-четыре разных потому что в желательно чтобы в жизни каждого человека был ликвидный инструмент откуда вы сможете снять быстро деньги типа депозитов были долгосрочные инвестиции в виде ценных бумаг это паевые инвестиционный фонд фонды там не знаю и и даже бывает что в как в идеале когда в жизни человека существуют защитные инструменты виде инвестиционных страхований жизни накопительного страхования жизни это отдельные разговоры но если вдруг там кирпич на голову упадет вы не перекроете лечение допустим с вклада там будет колоссальная сумма и чтобы вам восстановиться в на работу вы должны подправить здоровье иначе вас не возьмут и защитные инструменты тоже должны присутствовать и что еще вот давай так с позиции студента какой резюме и тезис мы оставим как самый важный стараться сейчас подведу наверное что когда студент начинает учиться в университете начинает там например подрабатывать подрабатывать какие-то деньги а сейчас на данный момент появилась тенденция что очень многие студенты прям с первого курса сразу начинают работать если раньше это было там я старший курс теперь могу вот очень многие начинают не контролировать совсем свои финансы там заработал 10 тысяч за два дня просто все стил да и есть там такая фраза да что первую зарплату всегда нужно спускать все спускают там первую зарплату в основном чтобы почувствовать вот этот вкус денег и то что ой а нужно распределять поэтому я бы наверное сказала как бы от лица студентов что какая бы зарплата не была у тебя ли какая бы сумма денег не было у студента там ежемесячно нужно стараться ее все-таки грамотно распределять вот кто-то зарабатывает больше кто-то зарабатывает меньше кто-то на первом курсе уже зарабатывает большие деньги кто-то вообще ничего не зарабатывает но получает какую-то сумму от родителей и и все равно тоже нужно понимать и правильно тратить на какие-то действительно важные вещи то есть не сходить вот про ровесник на на горе ли не каждый день даже шесть дней в неделю ходить в ровесник бар стараться понимать что какая-то сумма у тебя на транспорт какая-то ну жизненно важно необходимые вещи вот от чего-то придется возможно отказываться где-то там экономить это правильно распределить деньги потому что все-таки еще студент но все-таки очень важный момент потому что я сама с этим столкнулась понимаю ну окей друзья формируйте привычку дисциплинируйте себя свое окружение не экономьте но делайте так чтобы деньги работали на вас спасибо друзья рада вас видеть вас тоже рада видеть надеюсь вы тоже нас рады видеть все друг друга рады пока до встречи мы продолжаем